Доброе утро! В эфире новости, которые приближают выходные. Здравствуйте! На этой неделе министр экономики Украины Айварас Абрамовичус подал в отставку. Кто-то посчитал это решение правильным, ведь до этого получался какой-то парадокс. Экономики в стране нет, а министр экономики есть. А кто-то удивился, почему в отставку просятся литовские и грузинские министры, а украинцы зубами держатся за свои кресла. Сам министр заявил, что его не устраивает назначенный в министерство смотрящий. Спецслужбы уже выясняют, кто это постоянно стоит под окнами Минэкономики и смотрит на них. Кабинет министров предоставил Верховную Раду отчет за 2015 год. Из того, что отчет был напечатан на обратной стороне уже использованных листов, стало ясно, что 2015 год для правительства выдался тяжелым. Кстати, в самом правительстве заявили, что несмотря на теплую погоду, надеяться на понижение стоимости коммунальных тарифов в феврале не стоит. Складывается такое впечатление, что наши власти бесконечно могут смотреть на три вещи. На то, как течет вода, как горит огонь и как за все это платит население Украины. На этой неделе глава НБУ Гонтарева заявила о еще более глубокой девальвации гривны. Эксперты говорят, что тогда Украину ждет более глубокое... Ну, в общем, там, другое слово, оно немного короче и больше подходит, и более глубокое. Давай дальше. В ровно телохранители Петра Порошенко не пустили журналиста на митинг в поддержку президента. Поговорю, что из-за своей ответственной охраны сам Петр Алексеевич с трудом мог прорваться на этот митинг. А жена президента не всегда может попасть домой без пароля. На этой неделе Одесский горсовет таки да признал Россию агрессором. На вопрос, а что же мы так долго думали, депутаты ответили, мы немножко сомневались, но теперь таки точно уверены. В СМИ появилась информация о том, что украинские власти на самом деле закупают уголь не в ЮАР, а на Донбассе. И это несмотря на то, что донецким поставщикам удавалось отлично маскироваться под африканцев. На тебя похоже. В Киеве после ремонта дороги отклеился асфальт. Однако уже через считанные минуты на место прибыли работники Украфтодора и исправили проблемы. Они прибили отклеящийся асфальт гвоздями. Во Львове автомобиль врезался в оперный театр. Столько мата возле стен знаменитого театра еще не звучало никогда. В ходе расследования одного из российских журналов удалось выяснить, что президент России Владимир Путин стал дедушкой. Интересно, как дедушка объяснит своей любимой внучке, что такое санкции и почему он не может ей купить Барби и свозить ее в Диснейленд? Во всем мире отметили день сурка. А вот само животное по традиции в этот день занималось предсказыванием. Так украинский сурок по кличке Тимка предсказал курс доллара на месяц. Если его прогноз сбудется, ему будет предложено возглавить НБУ. В среду неизвестный сообщил, что оставил в здании ЖД вокзала сумку со взрывчаткой. В ответ силовики заявили, уважаемый неизвестный, на вокзале Киев пассажирский, работают цыгане. Сумка, оставленная без присмотра, исчезает за 30 секунд. Поэтому больше не занимайтесь глупостями. Вы подставляете цыган и курирующих их сотрудников МВД. В Крыму начал работу новый мобильный оператор. Самыми популярными функциями нового оператора стали «Перезвони мне», «Перезвони, как появится свет» и функция «Звонок за чужой счет». В России ученица школы прочитала на уроке вместо стихотворения куплет из песни рэпера и получила пять. А вот украинским школьникам вряд ли поставят пять, если они выдадут за стихи Шевченко вот это. Чундра-чучундра, чундра-чучундра, потапа-тута, ага, и Настя здесь, а вот вам летняя песя. Пум-пурум-пум, пум-пурум-пурум, пум-пурум-пурум. Садитесь, Крутоголов, два. Я рассчитывал на три. Украинские саблистки, победив в финале сборную России, выиграли этап Кубка мира. И здесь непонятно, чему радоваться больше, что мы первые или тому, что они вторые. В Украине установилась аномально теплая погода для зимы. Я даже немного успел загореть. А вот людям, которые заранее купили путевки на горнолыжные курорты в Буковель, приходится отдыхать, несмотря на погодные условия. А подробнее о погоде в нашей постоянной рубрике «Фотоотчет за неделю». Смотрим. Доброе утро. Погода за окном действительно не зимняя, но снимать свои новые шубы женщины не собираются. Из-за непредсказуемой погоды большинство автолюбителей только утром определяются, что же им сегодня обуть – зимнюю или летнюю резину. С оттепелью появляются не только подснежники, но и пропавшие автомобили. Некоторые украинцы уверены, что зимы уже не будет, и принимаются сажать огород. Несмотря на то, что за окнами тепло, отопление в домах выключать не собираются. Жильцы используют батареи по максимуму. В Украине продолжается эпидемия гриппа, и наблюдается дефицит масок. Многим кажется, что просто маска их не защитит. А некоторые боятся не только о своем здоровье, но и о здоровье своих домашних любимцев. Больше информации об эпидемии гриппа вы узнаете в нашей рубрике «Очевидец». Страну поразила эпидемия гриппа. Точнее, эпидемия страха перед гриппом. Чтобы развеять все сомнения, мы пригласили к нам специального эксперта, никому не верящий доктор Евгений Нехворовский. Здравствуйте. Будьте здоровы. Спасибо, но я не чихал. Итак, главный вопрос. Как защититься от гриппа? Я всем рекомендую использовать оксалиновую мазь. Тщательно мазать ей в носу. И что, этого будет достаточно для того, чтобы вирус не попал в организм? Нет, чтобы вирус не попал в организм совсем, я рекомендую намазывать все отверстия, абсолютно все, и тогда организм точно не... Давайте не сейчас. Итак, вопрос о вакцинации. Прививки нужно делать или не нужно? Конечно. Я, например, себе сделал все шесть прививок. Правда, три я сделал до того, как заболел гриппом, а три уже после. Скажите, а при какой температуре нужно вызывать скорую? 36,6. Простите, насколько мне известно, это нормальная температура? Да, но вы же знаете, как у нас съездить скорая. Пока они доедут, вы обязательно успеете заболеть. Это точно. Скажите, что вы думаете по поводу самолечения? Это ужасно. Это ужасно. Ну, во-первых, и врачам, и аптекарям надо что-то кушать. Это правда. Да, во-вторых, непонятно, что больной принимает. И откуда эти лекарства, и какой дурак их прописал. Да. Хорошо, если доктор. А если какой-то другой дурак? Да, действительно. Скажите, карантин в школе, это правильно или нет? Конечно. Ведь спонсоры карантина – это развлекательные центры, аквапарки, кинотеатры и так далее. Я, конечно, не задумался об этом. А что вы лично посоветуете людям? Что делать, чтобы не заболеть, кроме аксалиновой мази? Ну, вообще-то все врачи, и я в том числе, советую ничего не делать и побольше отдыхать. Ох, прекрасный совет. Ну, а вообще это помогает? Ну, вы хоть раз видели больного депутата или прокурора? Да, действительно, не видел. Хорошо. Все-таки, стоит ли нам бояться эпидемии гриппа или не стоит? Да нет же. Бояться абсолютно не стоит. Это сезонное явление. В этот период всегда болеют гриппом. Не надо бояться этого гриппа. Что вы все его боитесь? Ну, подождите, почему же тогда? Извините. Ничего-ничего, ничего. А, кстати, маски, они действительно помогают? Вы знаете, одна, пожалуй, вряд ли. А вот три, да, наверняка. Ну, что ж, мы прощаемся с доктором Нехваровским, который, по-моему, носит маску, чтобы его никто не узнал. Будьте здоровы. Продолжим. В Ужгороде местная девушка начала делать букеты из сала и редиски. Рукодельница утверждает, что ее букеты пользуются большой популярностью у мужчин. Как говорится, и подарил, и закусил. А у любителей пива очень популярен букет из рыбки. А больше всего радости мужчинам доставит вот такой букет. Рабочее название «Выбери пару». А вот женщинам мы рекомендуем дарить букет из денег. В этом году он реально дешевле цветов. Власти Мексики начали взимать с туристов налог за селфи. Многие поддерживают новый закон, ведь за некоторые селфи действительно нужно платить. А за некоторые даже привлекать к криминальной ответственности. Но есть и такие, за которые государство должно доплачивать. А на очереди наша специальная видеорубрика. Смотрим. Зима слишком рано решила нас покинуть, и многие спешат насладиться остатками снега. И даже остатками льда. А кое-кто находит себе зимнее развлечение, не выходя из дома. Домашние животные сами занимаются организацией своего досуга на снегу. Иногда не только для себя, но и для своих хозяев. Глупость, скажете вы? Нет. Глупость вот эта. И животные в ней не участвуют. Парад глупостей продолжают мастера парковки на снегу. А чемпион хит-парада – любитель зимних турников. Наслаждайтесь уходящей зимой. До встречи через неделю. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я бы хотел... Я тебя тоже люблю. Да. А я сильнее. Ну ладно, хорошо, хорошо. В тысячу раз сильнее тебя люблю. А я в миллион. Все, давай, пока. Давай, ты первая. Нет, ты. Но ты. Но глади. Сань, 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 ну давай поступим проще. Подари своей жене билеты на наше шоу варенье «Дизель вузлаф». И все, она поймет, что ты ее любишь в миллион тысячу раз сильнее. Это была не жена. А мы это снимали, да? Ну что ж, увидимся ровно через неделю. Со мной, по крайней мере, точно. До свидания. Слушайте, давайте вырежем это, а? Давай перепишем. Нет, нет, Сань, мне пора бежать. Извини. Егор, давай перепишем. Нет времени, я к жене. Хотите еще больше шуток? Подписывайтесь на наш YouTube-канал «Фанайси ТВ». Жми прямо вот сюда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова